Весь оркестр, сотни стартов, тысячи спортсменов, миллионы зрителей. Одна мечта, одна победа, одни игры. Наступило время ярких побед. Наступило время ярких побед. Город-герой Минск с энтузиазмом принимает эстафету у Баку, где в 2015 состоялись первые в истории европейские игры. На этой волне в столицу слетаются не только спортсмены, но и официальные представители стран-участниц, а также любители спорта, зрители и болельщики. Планируется, что более 50 тысяч иностранцев пересекут границы нашего региона, соответственно страны и будут участвовать во вторых европейских играх или в качестве болельщиков, или в качестве участников, или в качестве обслуживающего персонала. Ну и приедут также много туристических групп, которые посетят и столицу, и в том числе наш регион. В европейских играх этого года участвуют 50 стран. В Минске ожидают беспрецедентного потока туристов. И безусловно, гостей ждет множество открытий. Знакомство с историей и культурой страны позволит сформировать собственное мнение о ней. Мы активно готовимся, постоянно совершенствуем работу, постоянно информационно насыщаем мировое, можно сказать, пространство, информацию о нашем регионе. Сегодня готов придорожный сервис, сегодня готовятся гостиницы, сегодня еще раз отшлифовываются туристические маршруты. Ну, как пример, на новой автотрассе М6 у нас только установлен 51 знак туристической направленности, который позволяет сориентироваться любому иностранцу, чтобы посетить то или иной значимый объект нашего региона. Помимо этого, буквально через несколько дней мы запустим новое мобильное приложение М6, в том числе англоязычную версию, которое можно скачать во всех доступных сегодня интернет-ресурсах и тоже получить исчерпывающую информацию о возможностях нашего туристического сервиса в Гродненской области. Гости из Чехии, Польши, Германии, Латвии, Финляндии, США и других стран попадают в Беларусь через пункты пропуска, самые популярные из которых брусги на белорусско-польской границе. Иностранцы с большой охотой используют возможности безвизового режима, позволяющего оставаться в стране до 10 июля включительно. Входной билет на трибуны спортивного форума – достаточное условие для комфортного пересечения границы. Стоит отметить, что для болельщиков создан отдельный коридор, где оформление происходит без очереди. Я сама из Гродно, мы могли в таком обезвизовом режиме посещать только Гродно до этого. А теперь мы можем посмотреть также Минск, дворец спорта, дворец культуры. Мы видим, как это все важно для страны, что иностранных туристов так приветствуют. То есть вся вот эта упрощенная система, что можно въехать без визы, что будут бесплатные дороги, потому что мы раньше приезжали, то есть нужно было платить. И такое открытое настроение. Я сам интересуюсь спортом, а моя жена вообще-то долгое время занималась баскетболом. Мы решили воспользоваться безвизовым режимом и приехать в Беларусь, чтобы увидеть выступления всемирно известных профессионалов. К предстоящим состязаниям готовятся и многочисленные волонтеры. На европейских играх их будет задействовано порядка 8 тысяч. Добровольцы окажут помощь на спортивных объектах, будут обслуживать церемонию открытия игр и, конечно, много общаться с делегациями и туристами. В пунктах пропуска молодые люди, свободно владеющие иностранными языками, встречают гостей с пожеланиями хорошего настроения. Для пересечения государственной границы Республики Беларусь иностранным гражданам, которые прибывают для посещения вторых европейских игр, на данный момент необходим национальный паспорт, билет в электронном либо в оригинальном виде. Каждый билет имеет свой идентификационный номер, который имеется в базе общей. И каждый иностранный гражданин имеет право только один раз пересечь государственную границу по одному билету. Европейские игры – молодые состязания. Они проводятся второй раз в истории. В Минске мероприятие продлится с 21 по 30 июня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Наступило время ярких побед. Новое поколение получает шанс почувствовать вкус борьбы наряду с более опытными игроками в виде спорта, который не раз приносил Гродничине международную славу. Команда по хоккею на траве из Дюшор Гродно Облспорт под руководством Аллы Николаевны Коваленко, игрока, блиставшего некогда на поле в составе ритма, а сегодня находящийся в статусе преподавателя из Дюшор профсоюзов Неман, растет на наших глазах. Ускорился темп, совершенствуются профессиональные клубы, но тренерский талант в купе с выносливостью гродинских спортсменов обеспечивают должное качество игры и необходимые баллы. Правда, этого пока недостаточно, чтобы на равных конкурировать с лидером чемпионата столичной командой, которая после 10 туров имеет 58 очков в копилке. Для сравнения у гродинцев только 15. Вот и недавние встречи с хоккейным клубом «Минск» закончились с разгромным счетом 0-11 в первый день, 0-12 во второй. Победители чемпионата Беларуси по индур-хоккею среди мужских команд с первых же минут создали себе комфортное преимущество и удерживали его до конца матча. Главным героем стал Белоусов, отличившийся на 11-18-20 минутах. Три гола на его счету и днем позднее. Гродно облспорту так и не удалось провести ни одной голевой атаки, что предрешило исход матча задолго до его окончания. Победная финальная точка осталась за хоккеистами из Минска. Представители столичного клуба стали триумфаторами и второго игрового дня, поведя с разницей в 12 мячей. Отличились Михейчик, Корсик, Сидоров, Белоусов, Луцевич и Гончаров. Наступило время ярких побед. Наступило время ярких побед. До старта вторых европейских игр в Минске остаются считанные дни. Белорусские власти придают большое значение этому событию, призванному повысить международный престиж страны. В рамках игр в белорусской столице свыше 4000 спортсменов разыграют 189 комплектов медалей в 15 видах спорта. Предполагается, что мероприятие будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры и привлечет больше молодежи в различные виды спорта. Накануне важного для всей страны спортивного мероприятия олимпийский чемпион Андрей Барбашинский, совершивший вместе с другими членами сборной несуществующего государства революцию в гандболе, встретился с спортсменами, среди которых немало тех, кто поддерживает спортсменов в этом непростом испытании. Вторые всемирные европейские игры, которые мы имеем честь принимать у себя в стране, вторые, соответственно, первые были в Баку, а сегодня это будет в Беларуси. Это почетно, это престижно, это популяризация. Я думаю, что мы достойно справимся с поставленной задачей. Вторые европейские игры, это, я бы сказал так, это одно из направлений, куда и как двигается спорт. Но есть олимпийские игры, есть чемпионаты мира, чемпионаты Европы, есть спартакиады, есть вторые европейские игры. То, что игровые виды спорта сегодня немножко буксуют, но это закономерно, потому что для того, чтобы развивался спорт, должны развиваться игровые виды спорта. Легче управлять одной единицей, чем целой командой. Целая команда – это уже большой-большой коллектив, который нужно собрать всех в одно место, нужно потратить уйму времени, средств. Еще неизвестно, что из этого может получиться. Но я больше чем уверен, что убежден в том, что наши игровые виды спорта стараются максимально выжать все то, что есть. Баскетбол уже был на Олимпийских играх, гандбол на стадии того, хоккеисты были. Соответственно, мы развиваемся, может быть, не так, как нам всем желалось бы или хотелось бы, или представлялось бы, но развитие идет. Общее впечатление о тенденциях, намечающихся в различных дисциплинах, как командных, так и сольных, сводится к тому, что необходима грамотная системная работа, подчеркивает Андрей Барбашинский. Уровень взрослых достижений напрямую зависит от количества и качества вложенных средств, сил и времени в детское спортивное образование. Нужно больше развивать детско-юноческий спорт, это нужно прививать, наверное, уже в малом возрасте, соответственно, программы есть, управление спорта и туризма организовывает те мероприятия, где наши дети могут заниматься. Конечно, наверное, как любой спортсмен скажет, нехватка площадок, нехватка тренеров, не совсем большая заработная плата, это все хорошо, но спорт – это здоровье нашей нации. Побеждать сложно, и это, пожалуй, один из самых непростых уроков, который следует усвоить спортсменам при переходе от соревнований юниорских к состязаниям класса Кубка мира. Подготовка и выступление на соревнованиях требуют огромных усилий, и психологическая составляющая в этом процессе занимает далеко не последнее место. Нужно понимать, что спортсмен на каких-то соревнованиях должен прежде всего слушать свое тело и разум, а эмоции оставить для пьедестала. Тогда этот пьедестал у него будет. Если он будет эмоционально на все реагировать, то медали явно у него не получится заслужить. Для того, чтобы победить психологически спортсмену нужно три компонента. Первое – это любовь к спорту, второе – это вера в себя и, конечно, надежда на победу. Не секрет, на то, чтобы обучиться АЗАМ, а затем совершить рывок в спорте, нужны годы. Сегодня не каждый готов так распоряжаться судьбой и карьерой. Но те, кому хватило смелости следовать этой стратегии, сделали верный выбор и уже в этом, безусловно, победили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова